Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». Сегодня мы будем говорить о том, как сказка становится былью. Считающиеся еще недавно несбыточными фантастическими технологией, приходят в нашу жизнь, просто напрочь сметая привычные представления о комфорте. Все изменило цифры. Вот о том, насколько фантастическим может быть наш досуг и комфорт, и будем говорить. Одна из компаний, которая среди лидеров на отечественном рынке в представлении цифрового благополучия – это «Ростелеком». Мой собеседник, руководитель группы бизнес-анализа Самарского филиала «Пау Ростелеком» Михаил Володин. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Давайте обо всем по порядку. Что мне нравится – это ваш девиз «Цифровой партнер для населения бизнеса и государства». Да, на самом деле современная концепция «Ростелекома» – это концепция цифрового партнера. Сегодня я расскажу о цифровом партнере для физических лиц. Если когда-то «Ростелеком» начинал свою историю как компания, предоставляющая домашний телефон, мы эволюционировали в компанию, которая предоставляет услуги домашнего интернета, то на сегодняшний момент предоставляем целый спектр домашних услуг, в том числе домашний «Умный дом», который предоставляет человеку возможность комфортного существования и безопасного существования в своей квартире и дома. Замечательно. Вот понятно по поводу цифрового партнера. Здесь что имеется в виду? Начиная, я так понимаю, телевидение и дальше, да? Здесь имеется в виду целый пакет услуг, который предоставляется нашим клиентам, начиная от домашнего интернета и домашнего интерактивного телевидения, которое предоставляет ряд интерактивных сервисов, очень удобных для использования. В дальнейшем это продукт «Умный дом», который делает наше существование комфортным и безопасным дома. Так, кстати говоря, на сегодняшний момент «Умный дом» имеет ряд таких функций, как датчики протечек, задымление, функции домашнего видеонаблюдения, которые позволяют человеку очень безопасно и комфортно жить дома. Хорошо. Вот вы начали говорить про интерактивное телевидение, в двух словах подробнее, пожалуйста. Интерактивное телевидение – это телевидение, которое предоставляет возможность сервисов, которые не предоставляют традиционное телевидение, такие как промотка эфира, возможность архивного просмотра передач, и одна из самых интересных функций – это возможность мультискрина. То есть вы начинаете смотреть телевидение дома, выходите и продолжаете на планшете или в телефоне в дальнейшем смотреть то, что не успели закончить. В том числе хотелось бы отметить, что очень отрадная веха была в этом году для нашей компании во время чемпионата мира. Огромное количество абонентов воспользовались нашей услугой, и мы получили новых абонентов, которые прочувствовали все прелести и возможности нашего интерактивного телевидения, во время как, возможно, просматривать домашний матч в нашей стране, можно было поставить на паузу, отойти по каким-то делам к ребенку, на кухню, вернуться и продолжить просмотр любимого матча. – Да, действительно удобно. Хорошо, если по поводу интерактивного телевидения все, да? – Ну, пожалуй, все основные моменты выделили. – Замечательно. Тогда, пожалуйста, давайте более подробно про «Умный дом», тоже очень интересно. – «Умный дом» в нашей компании начинался с такой функции, как функция домашнего видеонаблюдения. Это была некая апробация этого функционала, насколько интересно это населению, насколько наше население на сегодняшний момент готово к функции «Умного дома». Как показала практика, первоначально люди воспринимали эту услугу с неким недоумением, как это дома, камера, наблюдение. В дальнейшем люди поняли, насколько это повышает комфорт проживания, позволяет наблюдать за домом в свое отсутствие, за ребенком, за родителями, возможно, возможно, за то, что происходит в квартире без присутствия жильцов квартиры, в том числе камера вызывает детекцию на какое-то стороннее проникновение. В дальнейшем «Умный дом» начал эволюционировать. Появились такие функции, как датчики движения, объема, открытия, также датчики, которые обеспечивают безопасность от затопления, от утечки газа, например, либо пожара. Сразу все эти функции отражаются в нашем смартфоне. Если происходит какая-либо детекция на одном из датчиков, приходит уведомление на наш телефон, и мы увидим, что происходит в нашей квартире в реальное время. На сегодняшний момент функция «Умного дома» начала подразумевать даже возможность вызова охраны. Если произошла какая-то детекция, сработала камера, мы увидели, например, проникновение посторонних лиц в квартиру, мы имеем возможность вызвать охранную организацию, которая выполняет свой непосредственный функционал. Замечательно. «Умный домофон», насколько я понимаю, тоже входит в часть проекта «Умный дом». Да, наш «Умный дом» начал распространение из квартиры уже на подъезд, на целом дом. И на сегодняшний момент мы опробовали эту функцию, как «Умный домофон». Есть несколько тестовых домов, где она на сегодняшний момент уже существует. Что позволяет «Умный домофон»? Например, дома остался ребенок, вы уехали на работу, поступает звонок «Домофон». Этот звонок адресуется непосредственно на ваш смартфон. Вы видите, кто звонит, вы можете узнать цель визита человека и, например, запустить его домой, либо не запускать по вашему решению. То есть мы исключаем тот момент, что ребенок может открыть дом случайным третьим лицам, которые не нужно открывать. В дальнейшем такая удобная вещь, как вы не находитесь в квартире или находитесь не около входной двери, вы можете дистанционно открыть смартфон и дверь, чтобы не подходить к домофону, не открывать ее. Также очень удобно, чтобы не делать лишних движений. Да, действительно замечательно. А вот скажите, пожалуйста, почему регулярно повышаются тарифы на связь? У Ростелекома основные коммуникации построены еще в советское время, а новые технологии дают возможность экономить. Почему же цифры в квитанциях все время растут? Ну, ни для кого не секрет, что наша компания берет свои истоки со времен Советского Союза. Соответственно, наша инфраструктура требует постоянной модернизации, совершенствования и поддержки должного уровня технической подготовки. Поэтому из года в год мы вкладываем определенные средства в это совершенствование и модернизацию. Естественно, в первую очередь, эта модернизация нацелена на повышение качества наших сервисов для наших конечных потребителей. Угу. Ясно. Хорошо. Тогда расскажите, как можно сэкономить? Ну, где отслеживать акции, скидки, распродажи? На нашем сайте постоянно появляются новые предложения для наших клиентов. Также наши клиенты могут увидеть новые предложения у себя в личном кабинете. Ну, как пример экономии, могу привести наше пакетное предложение, где включены такие продукты, как домашний интернет, интерактивное телевидение. И третий продукт, как мобильное телефоне, дается неким бонусам нашим клиентам. То есть, по сути, человек платит за две услуги и получает телефон в подарок. Угу. Да, замечательно. Что еще? Может быть, бонусы какие-то? У нас существует бонусная программа для наших действующих клиентов. При выполнении ряда условий можно получать бесплатное кино, в том числе какие-то новинки, которые выходят в кинотеатрах. У нас практически параллельно этот выход осуществляется на наших интерактивных сервисах. Можно экономить, опять же, на оплате услуг и получать дополнительные бонусы. В том числе, там, услуги и караоке у нас есть, которые предоставляет наша компания. Такая уникальная услуга, на сегодняшний момент, для интерактивного телевидения. И другие бонусы позволяют получать бонусную программу. Замечательно. Михаил, у нас с вами есть еще немножко времени, поэтому, в принципе, было бы интересно, чем еще вы можете удивить клиентов. На сегодняшний день я считаю, что, в первую очередь, мы удивляем и цифровую квартиру нашего клиента. Вот это самое основное, то, что мы проводим цифровизацию вместо жительства нашего клиента, что клиент позволяет себе максимально комфортное и безопасное проживание с нашими сервисами, потому что, начиная от домашнего интернета и заканчивая над домом, все это умещается в одном смартфоне. С этого смартфона, я думаю, сейчас основное масса населения, смартфон может контролировать все процессы, происходящие в его квартире, через нашу созданную инфраструктуру для наших клиентов. Практически все дело в телефоне. Фактически. Утрирую, конечно, но тем не менее. Хорошо. Есть уже какие-то отзывы от потребителей, я бы так сказал? Есть люди, есть дома, которые можно считать умным домом? В этом году у нас произошло как раз внедрение вот этих функций в дома, в том числе умного домофона. Мы видим, что насколько это удобно для наших клиентов. Получили первый позитивный отзыв, в том числе прошли позитивный отзыв по таким услугам, как видеонаблюдение. Люди понимают, что это очень удобная функция, которая позволяет контролировать все происходящее в квартире и повышает уровень безопасности. Потому что на сегодняшний момент безопасность – одно из приоритетов нашей компании. Безопасность и комфортная среда клиента, которую создаем. Можно говорить, и умный дом, и безопасный дом. Абсолютно верно. Это самое главное. Ладно, хорошо, спасибо вам большое и с наступающим праздником. С наступающим праздником. Субтитры подогнал «Симон»!